здравствуйте уважаемые друзья здравствуйте коллеги с кем-то возможно я уже здоровался потому что нас сегодня проходил вебинар по презентации компании skyway capital да вы знаете что в российской федерации понедельник воскресенье вторник выходные дни в связи с переносом рабочего дня с понедельника на субботу с празднованием 23 февраля вот в мою скажем так молодость и бытной службы вооруженных силах этот праздник не был государственным он не был красного цвета и выходных не было вот сейчас сделали выходной день и так коллеги на прошлом вебинаре буквально два часа назад я обещал что озвучу новость да вот к сожалению я вас обманул да как посмотрел фильм команда может помнить момент до что помнишь лагерит обещал тебя убить последним вот я тебе обманул все на первом бро вечно не идет о чем-то плохом то есть решила действительно новости которые давно уже ждали большое количество инвесторов нашей компании вот и наверное мы сейчас делаем таким образом что озвучим ее в самом начале а пока долго неплохо еще раз написать либо кто-то новый у нас появился те города из которых вы присутствуете на вебинаре вот по поводу ролика который скажем шла переписка в чате я его сейчас ссылочку скопировал да и закачал его в комнату поэтому ролик по skyway наверно посмотрим после того как поговорим по партнерской программе хорошо вот а пока сейчас вы пишете города я все-таки наверное переключусь той новости которые у нас есть так города у нас есть москва иркутск уфа приветствуем приветствуем башкирию приветствуем сочи таллинн минск очень здорово то есть минск это вообще скажем так столица скайвере да можно теперь называть город потому что именно в минской области у нас проходит строительство алтай приветствуем волгоград город герой хорошо друзья и так сейчас я озвучу новость то что буквально на ближайшее время разойдется по рассылке вы знаете что у нас существует несколько платежных систем благодаря которым мы заводим денежные средства в кошелек до либо осуществляем оплату пакетов и для вас не будет секретом что это кошельки такие как окпей и дванская яндекс деньги и пусть они этих кошельков когда вы переводили денежные средства с этих кошельков необходимо было ждать подтверждение специалиста нашего финн отдела до который смотрел правильно ли пришли деньги от кого они зачислялись так вот ближайшее время денежные средства которые будут приходить с этих кошельков будут зачисляться в автоматическом режиме все это время будет занимать там буквально минуту 2 и вы эти деньги сможете видить на свои на своих счетах либо вы сможете в считанные минуты оплачивать выбранные вами пакеты. И еще одна важная новость. Нам давно задавали вопросы люди, проживающие на территории прибалтийских стран, Европы, потому что там активно используется кошелек Perfect Money. В ближайшее время в нашем личном кабинете появится еще одна платежная система, которая называется Perfect Money. Я вас хочу с этим поздравить. Можете покричать ура у нас в чате, либо поставить пятерочки. Это то, что будет в ближайшее время. В принципе, смотрите, друзья, у нас действительно новости сейчас в проекте происходят чуть ли не ежедневно. Важная новость. Я не хочу никого обязывать, заставлять, чтобы вы ежедневно приходили и просто тратили время присутствовали на вебинарах. Но если, допустим, у вас есть какое-то количество новых людей, которых вы хотели бы познакомить с какой-то информацией, и эти люди, вы знаете, придут на какой-либо вебинар, лучше, что вы можете сделать для себя, для того, чтобы правильно в дальнейшем развивалась ваша работа по партнерской программе и так далее, нужно тоже присутствовать на этом событии. Если у вас есть приглашенный на живую презентацию в каком бы то ни было городе, если в вашем городе, где вы живете, и там проходят живые презентации, и у вас есть приглашенные, худшее, что может быть, что ваш приглашенный пришел, а у вас не будет на этой презентации. Желательно таких вещей не допускать, но это, наверное, один из основных принципов работы по партнерским программам. К МЛМ-бизнесу, к сетевому бизнесу можно относиться по-разному. Иногда мы от наших инвесторов часто слышим такое возмущение, иногда и часто, видите, как тавтология пошла, но тем не менее, зачем мы сделали партнерскую программу в компании Skyway Capital, и вообще там такая технология, и какой-то сетевой маркетинг, и так далее, и так далее. Вы знаете, это отличный инструмент. Это отличный инструмент мотивации тех людей, которые поверили в данную технологию, ну, например, в направлении улучшения финансовой составляющей уже сегодня. Но неужели это плохо? Тем более, вас никто не заставляет делать что-то сложное. Информацию доносить просто. Я не могу сказать, что ее легко донести до кого-то, но то, что действия, которые нужно совершать, они просты. Возможно, с кем-то, задав пару вопросов, отправить ему ссылку на просмотр ролика. Скажите, сложны ли это усилия? Я думаю, вообще элементарные, да, потому что вы ежедневно, возможно, отправляете по социальным сетям кучу всякой хрени, извините за такое слово, но тем не менее, да, вам понравилась какая-то шутка, либо что-то еще, и вы ее разбрасываете с удовольствием. А тут вдруг вам понравилась технология, вы понимаете, что вы здесь можете дать людям прекрасную возможность улучшить свою финансовую составляющую сегодня, стать инвесторами интересной технологии, приложить к этому усилию, в дальнейшем получать серьезный доход, да, и вы вдруг думаете, а стоит ли это отправлять или нет. Вот извести сейчас то, что я сказал. Еще очень важный момент, я вчера и позавчера его озвучивал. Смотрите, в мире MLM существует огромное количество компаний. Они занимаются производством, скажем так, ну много чего, начиная, скажем, от каких-то ручек, начиная, скажем, от талонов для заправки автомобилей, потому что есть и MLM-компания, работающая в этом ключе, да, и заканчивая золотыми украшениями, оказаниями каких-нибудь услуг, юридических, там, адвокатских и так далее, и так далее. И все это мир MLM. Вот. Не считая там огромное количество продукции в сфере оздоровления, в сфере ухода за лицом, там, за телом и так далее, и так далее, различные спортивные приспособления сегодня в целом ряде компаний расходятся, там, тренажер или что-то еще посредством MLM. Вот. Все это происходит когда? Когда компания уже есть, у нее есть какой-то товар либо услуга, да, и она просто предлагает вам принять участие в реализации вот этого товара и за это получать определенный процент. Заметьте, очень важный момент. На тот момент, когда создавалась та компания, предлагающая услуги, вас, вам никто не предложил вложить небольшую сумму денег, чтобы в дальнейшем с огромного товара, оборота товаров и услуг, которые от этой компании расходятся по всему миру, получать маленькую долю в виде дивидендов, да, от прибыли этой компании. А в компании Skyway Capital, в группе компании Skyway происходит именно так. То есть мы сейчас инвестируем в свои денежные средства, в свое будущее благосостояние, и при этом компания еще использует партнерскую программу, то есть многоуровневый маркетинг для того, чтобы простимулировать вас вложить свои денежные средства и помочь, скажем так, большому количеству людей стать совладельцами того, что в будущем будет приносить огромную прибыль. Вот коренное отличие от многих тысяч компаний MLM бизнеса, потому что вы там приходите уже в состоявшейся компании, вы просто можете, скажем так, вырасти до серьезных уровней, получать серьезный доход, но продвигая товары той компании. И не так много компаний, кстати, предлагают вам на высшей ступени стать совладельцем самой компании. То есть не все компании, однозначно не все предлагают санкционирование, но те, которые предлагают, вам нужно проделать титанический объем работы громадный, создать миллионные товарообороты для того, чтобы вас подпустили только к возможности, да, там либо приобрести, либо в подарок получить какое-то количество акций этой компании. У вас здесь все идет наоборот. Вы становитесь совладельцем в будущем крупнейшей мировой транспортной компании, продукция которой, а это именно дороги, технология, да, продукция нашей компании, это технология Юницкого. И она будет использоваться в огромном количестве адресных проектов. И вы будете получать прибыль не от того, что вы будете продавать кусок рельса, да, то есть в классическом понимании у Юницкого есть, скажем так, на складе струнные рельсы, да, противосходное устройство, блин, кабина к Юнибусу, да, и вам предлагают это вот по частям продавать. Вот так выглядит просто MLM бизнес. Это если бы так было в классическом варианте. У нас же все по-другому. Вам предлагают стать совладельцами компаний, вот, и дальше уже все это будет расходиться, вы просто будете получать прибыль. Картинка сложилась, понимание разницы. Вот те, кто понял разницу, поставьте плюсики. Да, вот у нас коллеги сейчас смеются, представьте, да, то есть там задняя часть Юнибуса, и вам нужно ее продать. Вот. Итак, коллеги, переходим к партнерской программе. То есть партнерская программа на сегодняшний день является чем? Инструментом. Вот так можно к ней относиться. Инструментом в ваших руках. Да, когда я занимался активно MLM бизнесом, это было достаточно большое количество лет, у меня был классный наставник, я ему за это благодарен, и всегда мы с ним общаемся, вот редко, но общаемся, да. Он сказал такой, нормальный привел пример. Скажите, вот есть лопата, да, говорит, это хороший инструмент или плохой? Вот те, кто считает, что лопата хороший инструмент, поставьте пятерочку сейчас в чате. А те, кто считает, что плохой, можете поставить два. То есть маленький тест для вас. А я немножко расскажу эту историю по поводу лопаты, потому что он говорит, если, говорит, вы используете лопату, например, для посадки картошки, да, там, либо каких-то других корнеплодов, это отличный инструмент. А если вы ее используете для того, чтобы старушек по голове бить, да, и у них там забирать какое-то количество денег, это хреновый инструмент, то есть он вам счастья не принесет. Поэтому как к этому подойти? Наш маркетинг-план, наша партнерская программа, это тоже, скажем так, живой инструмент в руках тех, кто его будет использовать правильно. Вот. Потому что даже здесь умудряются люди, скажем так, настолько угробить свое окружение, вот, рассказывать о тех деньгах, которые здесь можно зарабатывать, что их потом очень трудно реанимировать. И люди, как отладаны, скажем, как черти отладаны бегут от информации по MLM бизнесу. К сожалению, как говорит Рэнди Грейдж, он жив до сих пор, успешный предприниматель, миллионер, проживающий в Майами. Он написал очень интересную книжку, как построить многоуровневую денежную машину, да. Вот. Он говорит, что 95% всего негатива о сетевом бизнесе, о MLM бизнесе, расходится, знаете, от кого? Не от средств массовой информации, не от государственных деятелей, да, не от журналистов, а от самих сетевиков, которые работают в одной компании, другой в другой компании, и они вот, блин, напропалую, скажем так, хают то, что есть у другого и превозносят то, что есть у него. Вот этого здесь делать не нужно. Итак, коллеги, возвращаемся к нашему маркетинг-плану. Я думаю, что для большинства из вас не является секретом то, что он поменялся, ну, не так давно. Да, по сути дела, прошел месяц и два дня с того момента, как мы рассказали о новом маркетинге компании Skyway Capital. Вот. До этого у нас был тоже многоуровневый план выплаты вознаграждений, в нем было 7 квалификационных уровней, сейчас их 5. Скажем так, уровень клиента, он был в том маркетинг-плане как квалификация отдельная, он у нас рассматривается, ну, как предварительный шаг, да, любой человек, который по вашей рекомендации, по вашей реферальной ссылке зарегистрировался в нашем личном кабинете, да, то есть он является клиентом, он интересуется в информации, если интересуется, да, потому что я вам опять же не рекомендую, Христо ради, не подписывайте никого сами, да, вот есть человек у вас, который от фонарной ничего не понимает, вы говорите, дай мне свой электронный адрес телефона, я тебя зарегистрирую. Вы его зарегистрировали, он не знает даже, как попасть в этот личный кабинет, вот, а вы потираете руки, считаете, что у вас появился потенциальный инвестор, да нифига, вот. И здесь у нас прелесть не в том, чтобы вы максимально переписали всех, у кого есть электронные адреса и зарегистрировали под собой, а потом сидели, колдовали там, да, шаманили над блюзом с яблочком, чтобы там заставляли этих людей перед хрустальным шаром, чтобы они сделали какие-то шаги. Лучше, что вы можете сделать, это зарегистрировать нескольких людей, но им предварительно объяснить, для чего вы это делаете, для чего им данная технология, и кто-то из них примет решение, зарегистрируется и начнет задавать вопросы уже конкретные. Либо вам, как наставнику, либо в наш отдел информационной поддержки, благо сейчас из личного кабинета изнутри есть кнопочка. Позвонить, да. И этот звонок в рабочее время с 10 до 19 часов по Москве, приходит к нам сюда, в Москву, и человек может получить ответы на те вопросы, которые у него возникли. Есть служба технической поддержки, то есть клиент может писать в службу технической поддержки любые вопросы, любые идеи, да, самые бредовые, которые у него возникают, ну, желательно, чтобы он все-таки писал по делу, вот. И специалисты нашей технической поддержки ему либо ответят на вопросы, либо если он напишет бред, ему подскажут телефон скорой помощи в его городе, то есть, чтобы за ним приехали и определили, все ли у него в порядке. Итак, коллеги, пять квалификаций. Клиент это клиент. Первая квалификация называется партнер. Для того, чтобы стать партнером нашей компании, фактически даже не надо покупать пакеты акций на сегодняшний день. Вам достаточно зайти в раздел реферальных ссылок, у вас высветится баннер, на котором будет написано, что для того, чтобы данный раздел был вам доступен, необходимо заключить агентское соглашение с компанией Skyway Capital. Если вы говорите, да, буду заключать, нажимаете на кнопку, у вас высвечивается договор, вы его читаете, опускаетесь вниз этой страницы, внизу есть кнопка «Подтвердить», то есть вы согласны с условиями. Нажали «Подтвердить», хоп, и у вас появляются реферальные ссылки. Сегодня там их четыре. Одна ведет на лендинг инвестора, вторая ведет на сайт нашей компании, на странице сайта, третья ведет на страницу регистрации, четвертая, в принципе, туда же, но сразу уже на форму регистрации. То есть человеку там останется ввести только адрес электронной почты, подтвердить и на следующей странице ввести все остальные необходимые данные, это телефон, придумать пароль и вписать свою фамилию и имя. Желательно, чтобы люди, которые регистрируются по вашим ссылкам, реферальным и так далее, писали себя реального. Не писали там какой-нибудь зайчик, синий бегемот, как некоторые пытались сделать, либо бред какой-нибудь. Фамилия, имя, чтобы они серьезно сразу относились к тому, что они прошли регистрацию в компании Skyway Capital. От вас тоже много зависит, что будут писать люди. Итак, коллеги, заключили вы это соглашение. С этого момента вам доступно вознаграждение в виде 15% с первого поколения, 4% со второго, 2% с третьего и 1% с четвертого уровня вашей структуры. То есть выглядит это так. Вы рекомендуете кому-то, по вашей реферальной ссылке образуется ваше первое поколение. Люди регистрируются, покупают какие-либо пакеты акций, а вам начисляют 15%. Причем вы видите, да, 100% от этой суммы, от положенной вам идут на бонусный счет и на акционный, в том же, в той же процентной раскладке. Если люди, которых вы пригласили, кому-то порекомендовали, соответственно, образовался таким образом ваш второй уровень, со второго поколения вы получаете 4%. С третьего 2% и с четвертого 1%. Если у вас там в третьем, четвертом поколении появились активные люди, они рекомендуют, у них структура строится там бешеными темпами в глубину, то 5, 6, 7 уровень вам недоступны, когда вы находитесь в квалификации партнеров. Но, если вы, скажем так, поняли, что нужно развивать структуру, да, и вы видите, что в глубине вас происходит какое-то движение, это дополнительный мотив для того, чтобы предпринять следующие усилия и выйти на квалификацию консультанта. Квалификация консультанта имеет под собой три условия необходимых. Первый из них. Сумма ваших личных инвестиций должна достигать не менее 100 долларов США. То есть это можно сделать одной закупкой, это можно сделать покупками пакетов акций по рассрочке, которые у нас есть по 50, да, вот. И это можно сделать, приобретая небольшие пакеты. 15 долларов у нас есть пакеты, 30 долларов у нас есть пакеты, да, 60 долларов есть пакеты. Купили вы несколько за какой-то промежуток времени, вы перешли рубеж 100 долларов. Вот. И если в вашем первом поколении будет два человека, которые сделали то же самое, соответственно, у вас выполнится второе условие. Третье условие для того, чтобы стать консультантом, суммарный товарооборот первого поколения, да, и ваш товарооборот должен быть равен либо более 500 долларов США. Вот если это происходит, вам присылают квалификацию консультанта. И она за вами закрепляется навечно. То есть партнером вы уже никогда не будете. С чем я вас поздравляю, да, у вас добавляется один уровень глубины, то есть 1% вы начинаете получать с пятого уровня, 15% по-прежнему процентов вы получаете с первого поколения, 5% уже процентов со второго, 3% с третьего и 2% с четвертого. То есть вам добавили по 1% начиная со второго по пятый уровень. Ну и это в принципе хорошо. Не совсем понял по поводу плохой рекламы и стоп. Вот. Но я думаю потом в конце вебинара мы с вами обсудим, что это такое и что я тут не так прорекламировал. Следующая квалификация. Называется она «Лидер». Да, то есть чтобы стать лидером, вам необходимо проделать немножко больше объем работы. И те, кто помнит нашу первую квалификацию сетевую, да, в предыдущем маркетинг плане, там для того, чтобы получать вообще вознаграждение с глубины, вам необходимо было лично самому купить на 200 долларов, а минимум 4 человека в первом поколении, которые купили на 200 долларов. Тогда у вас открывалась глубина вообще. Сейчас же данные условия, и даже немножко более мягкие, на третьем уровне создания вашей структуры и команды, лидер называется эта квалификация, ваш товарооборот должен достичь личных 200 долларов в США, и минимум 3 человека в первом поколении, которые сделали то же самое. Либо сразу купили по 200 долларов, у нас есть пакеты, да, вот, либо суммарно, либо они купили гораздо большие пакеты, потому что второе, третье точнее условие, которое здесь есть, это суммарный товарооборот вашего первого поколения и ваших личных закупок, должен быть равен либо более 2000 долларов в США. Вот выполняются все эти три условия, вы становитесь лидером. У вас появляется шестой уровень глубины, у вас в пятом уровне добавляется процент к тому одному, который был до этого, да, четвертый у вас тоже 2 процента, в третьем уровне у вас добавляется процент к тем трем, которые были до того, стало 4 процента, к 5 процентам на предыдущем уровне добавляется еще один, становится 6 процентов со второго поколения и 15 процентов с первого поколения. Это то вознаграждение, которое вы получаете, будучи квалифицируемым на квалификацию лидер. Мастер, четвертая ступенька карьеры компании Skyway Capital, вот, и здесь также есть три условия. Первое, сумма ваших личных инвестиций должна быть не менее 500 уже, да, пять сотен, то есть это либо одним пакетом, вы знаете, у нас в компании есть пакет стоимостью 550 долларов США, да, у нас есть рассрочки, которые там по 200 долларов ежемесячно вы можете оплачивать, то есть за два с половиной месяца, грубо говоря, вы можете выйти на такой товарооборот. Второе условие, в вашем первом поколении должно быть не меньше трех лидеров, тех людей, которые выполнили предыдущую квалификацию, то есть у них у самих есть 200 долларов, купленных пакетов акций, в первом поколении у них минимум три человека, которые сделали по 200 долларов и суммарный товарооборот их первого поколения 2000. Третье условие для того, чтобы стать мастером, суммарный товарооборот всей вашей команды, которая учитывается по первому поколению и ваш товарооборот, не менее 5000 долларов США. Выполняется это условие, соответственно, у вас 15% с первого поколения, добавляется процент ко второму поколению, становится 7. По-прежнему 4, 2 и 2% с третьего, четвертого, пятого поколения, 1% с шестого, но у вас добавляются три уровня глубины, с которых вы получаете пол процента с товарооборота, создаваемого в глубине. Квалификация мастера, я думаю, она понятна. Следующая квалификация, которая называется эксперт, то есть это высшая ступенька карьеры в нашем маркетинге. И для того, чтобы стать экспертом, самому нужно уже купить акцию не менее чем на 2000 долларов. Я знаю большое количество людей, делали буквально первую же инвестицию на сумму, равную 2000 долларам. У нас есть такие пакеты и более. То есть они сразу заложили себе фундамент для максимальной квалификации по маркетинг-плану компании Skyway Capital. Второе условие. Минимум 3 человека мастера должно быть в вашей структуре. Из них 2 обязательно в первом поколении, а третий мастер может быть во втором, третьем, пятом, десятом, в каком угодно. Важно, чтобы он не входил в структуру первых двух мастеров. То есть они у вас есть в первом поколении и третий мастер в другой ветке, во втором, в третьем, в пятом, неважно. Третье условие. Товарооборот первого поколения и ваш товарооборот суммарный уже должен достигать 10 тысяч долларов США. Когда это условие выполняется, к тем процентам, которые вы получали на квалификации мастер, компания вам добавляет возможность получать вознаграждение, начиная с десятого по двадцатый уровень. Это по 0,2%. Дополнительно к тем уровням и к тем процентам, которые получает мастер. Вот такой маркетинг компании Skyway Capital. Он достаточно просто, да, и можно было на этом как бы остановиться, но вы знаете, руководство нашей компании, лидеры нашей компании, они все время задумываются, как бы, скажем так, привлечь больше товарооборота, с другой стороны, как бы дать максимальной возможности увеличения дохода нашим партнерам. И вот буквально недавно, да, наверное, на этой неделе, в конце прошлой, была запущена бонусная программа, дополнительная к этому маркетингу, и мы сейчас о ней кратко поговорим. Прежде чем поговорить о бонусной программе, в принципе, вы видите перед вами таблицу, которая отражает проценты, которые вы получаете с уровней структуры по маркетингу компании Skyway Capital, то есть, будучи партнером, и здесь вы помните, да, нет, как его называют, товарооборот обязательного, то есть, четыре уровня, с которых вы получаете положенные вам проценты. Консультант, бежевый фон, пять уровней, и товарооборот первого поколения 500 долларов. Лидер, две тысячи товарооборот с первого поколения и шесть уровней, да, светло-сиреневый цвет. Светло-зеленый цвет, пять тысяч товарооборота мастер до девятой глубины, и полностью желтым цветом в этой таблице справа. Это те уровни, с которых получает соответствующее вознаграждение эксперт. Итак, коллеги, бонусная программа, то есть, достаточно интересная, да, сразу хочу сказать следующее. Здесь идет подсчет купленных пакетов, а если еще более точным, да, транзакций в вашем первом поколении. Почему я сейчас сказал слово транзакция, кому-то оно до сих пор режет уши, да, потому что программа настроена таким образом, что, допустим, у вас в первом поколении есть человек, который купил один пакет, первый пакет акций в рассрочку, да, а потом взял и тут же оплатил еще три. Получается, что он вроде купил четыре пакета, но транзакции получилось две. Соответственно, по данной бонусной программе у него будет посчитано, точнее его партнера вышестоящего, будет посчитано как два платежа, а не четыре. Поэтому на это внимание обращайтесь сейчас. Не знаю, исправит это или нет, но я просто вам делаю здесь конкретный, скажем так, совет, чтобы вы за этим следили. Если в вашем первом поколении появляются те, кто покупает акции в рассрочку и потом у них появляется идея, да, оплатить в рассрочку быстрее, то для того, чтобы получать бонусы по этой программе, лучше бы, чтобы ваши партнеры сделали покупку досрочную этой рассрочки отдельно по каждому пакету. Не три сразу выбирали, не пять, а, допустим, первый раз оформлены, потом еще пять раз оформили покупку акций по рассрочке. Тогда у вас будет защищено шесть пакетов, купленных по этой программе. Итак, коллеги, мы говорили о 15% с первого поколения, помните, да, то есть в вашей структуре, представьте, вы работаете, у вас есть люди, которые приобретают пакеты по вашей рекомендации, и произошла такая картина, что сначала был один человек, потом два человека, потом три, потом четыре купили, да, какие-то пакеты, и вдруг у вас пятый человек. Так вот, за каждого человека из первых четырех вам начисляется 15% за товарооборот в первом поколении. Когда у вас зарегистрировался пятый и купил, либо был уже партнер, который просто купил пятый пакет, пятая транзакция прошла, вам за нее уже начисляют не 15, а 16%. И за предыдущие четыре покупки от суммарного товарооборота, который был на тех пакетах, до начисляется еще один процент. То есть это фактически как бы за все пять пакетов, которые вы купили, вам начислялось уже не по 15%, а по 16%. Далее вы продолжаете работать, за шестой пакет уже идет начисление 16%, за седьмой 16%, до девятого так идет 16%, вдруг десятая прошла транзакция в вашем первом поколении, да, хлоп за нее 17% начисляется сразу же. И дополнительные транзакции, вам и смс приходят на телефон, вам начисляется 1% за предыдущий 9, товарооборот за предыдущих 9 транзакций. То есть получилось так, как будто вам за все купленные пакеты, вот их 10, начислили по 17%. Далее человек покупает у вас в первом поколении, а может быть это не человек, а один и тот же, например, оплатил. Там 11 пакет, 12, 13, вплоть до 19. Вы продолжаете работать, люди продолжают покупать эти пакеты, у вас 20 появилась транзакция в вашем первом поколении, да, по структуре. За 20 вам начисляют 18%, и за весь предыдущий товарооборот дополнительно начисляется еще 1%. Вот таким вот образом, да. Я отвечу на этот вопрос в конце вебинара, Елена, хорошо? То есть получается, что как бы за 20 пакетов, за каждое вы получили по 18% с первого поколения. Каждый последующий купленный пакет вам просто сразу будет начисляться 18% и все. Вот таким образом работает эта бонусная программа, да. То есть то, что я вам сейчас объяснял устно, вот изложено здесь на синем фоне 4 условия по каждой группе пакетов, по каждой группе сделанных действий. Теперь условия получения данного бонуса. Первое. Все пакеты, о которых мы сейчас говорим, там с первого по 20, по 30, по 50, должны быть куплены в течение одного календарного месяца. Не с даты покупки первого пакета, например, 10 числа человек первого вас купил, а с первого числа. Вот у нас будет 1 марта. Значит, с 1 марта по 31 марта у вас считаются все транзакции в вашем первом поколении. Наступило 1 апреля, соответственно, вы получили те деньги, которые вам положены по этому бонусу. С 1 апреля у вас все по новый. Один человек может купить несколько пакетов. В принципе, я пример этот приводил. То есть он может купить сегодня, он может купить через 3 дня, он может купить там нескольких пакетов в течение месяца. Все они будут, если отдельными транзакциями, они все считаются, входят в эту бонусную программу. Для получения этого бонуса учитываются пакеты акций, которые ваши партнеры оплачивают в рассрочку. То есть если у вас уже в первом поколении есть больше десятка людей, которые покупают акции в рассрочку и регулярно это платят, соответственно, за все эти пакеты вы будете получать не 15, а 17%. Мелочь, как говорится, а приятно. А если это будет товарооборот в 10 тысяч долларов, например, в вашем первом поколении? Соответственно, вы получите не 15% от этой суммы, а на 200 долларов больше. То есть не полторы тысячи, а 1700. Ну это же классно, правда ведь? Я думаю, вы 200 долларов легко найдете, куда потратить. Причем, может даже некоторые потратят их за первые несколько секунд, когда в руки взяли. Итак, коллеги, пакеты могут быть куплены как новыми людьми, так и теми людьми, которых вы регистрировали и которые уже являются вашими партнерами. То есть здесь разницы никакой нет. И вознаграждение по этой программе также начисляется на бонусный акционный счет. Это тоже очень важно. На данном слайде пример. Ну вот слово транзакция пугает, ну может быть, да, потому что у нас все-таки большое количество людей, которые не только этого слова не слышали, которые в интернет-то не выходили, елки-палки. Вот они приходят с деньгами к своему другу, который им рассказал, да, что есть такая возможность. Смотрят на него побитыми глазами, как больная корова, либо там как, знаете, есть бассет хаунд, знаете, есть такая собака, у нее уши длинные, блин, ноги короткие, вот и глаза такие. Печально-печально. Вот. Он говорит, я хочу стать инвестором, но я говорю, не могу, я не умею кнопки нажимать. Вот. Лучше, что вы можете сделать, зарегистрировать человека, да, но научить его нажимать кнопки. Потому что если вы зарегистрируете просто, это будет просто бассет хаунд, но с пакетом акций. Понимаете, да? Вот. Поэтому это будет проблема для нашей службы технической поддержки, отдела информационной поддержки. Потому что иногда смотришь на наших менеджеров, которые вроде бы должны продвигать информацию и привлекать товарооборот. Они учат людей правильно, скажем так, нажимать кнопки на клавиатуре их компьютера и в течение 40-50 минут порой оформляют 15-долларовый пакет. Вот чтобы этого не происходило, возьмите на себе ответственность научить человека тому, что умеете сами. Итак, друзья, рассмотрим ситуацию. Первые четыре человека купили за 50 долларов пакета, мы взяли для примера 50. Им за это начислили 30 долларов. Пятый человек появился, начислили отдельно за него 8 долларов. Суммарно у нас получилось 38 долларов и за предыдущие 4 пакета купленные компания вам начисляет 1%, это становится 2 доллара. То есть суммарно мы заработали за товарооборот 250 долларов в первом поколении 40 долларов. Вы можете проверить, кстати, сейчас. Взять 16% от цифры 250 долларов в США. У вас получится такая цифра. Далее. Вы продолжаете работать. Еще 4 человека взяли по 50 долларов пакета, им за это уже начисляют 16 долларов за каждый пакет, получается 32. За 10 пакет начисляют 17 долларов, еще 8,5. И 1% дополнительно отдельной транзакции за предыдущий созданный товарооборот еще с 4,5 доллара. В итоге суммарно получается 45. Далее вы продолжаете работать. За 9 пакетов по 50 долларов вам начисляют 17%, это 76,5 долларов США. 18% за 50 долларов вам начисляется, это 9 долларов. Суммируется, получается 95 вместе с теми процентом, с одним процентом, который за 19% вам дополнительно начисляется. Вот таким вот образом. То есть получается 40, 45, 95. Если мы все это с вами сложим, у нас получится сумма равная 180 долларов США. Ну, так как у нас на рисунке было еще 2 шарика, вот там 21 и еще один, я написал 5 пункт, что за 2 пакета, которые у вас еще здесь есть, вам начислили 18% от 100 долларов, еще 18 долларов. То есть суммарно мы получили 198 долларов за 22 купленных пакета в вашем первом поколении, по 50 долларов каждый пакет. Вот такой пример. Он очень простой. Вы можете посидеть, пофантазировать, например, у вас люди покупают не по 50 долларов, а по 100. Соответственно, у вас другая сумма выйдет. И это опять же только первое поколение. Если вы активно строите структуру, если вот по такой программе двигаются ваши партнеры в первом поколении, которые активно развивают бизнес, приглашают людей в первом поколении, у них идут проплаты, вы будете получать там либо 5, либо 6, либо 7% со второго поколения, что тоже очень неплохо. Вот таким вот образом. Условия те же, которые я вам озвучивал. То есть я считаю, что данная бонусная программа у нас появилась, это очень здорово. Ну и наверное сейчас мы с вами озвучим необходимые положения, либо условия, либо преимущества нашего маркетинга. То есть то, что накопительное, я думаю, все из вас поняли. Все, что вы делаете с самого начала сотрудничества с нашей компанией, до сегодняшнего момента, оно все накапливается. Ваш товарооборот суммируется на вашем личном номере, товарооборот ваших партнеров, товарооборот структуры и так далее. Квалификационный, еще более жесткий по сравнению с предыдущим маркетингом, первый уровень. То есть мы заметили, что считаем ваш личный товарооборот, количество партнеров первом поколении и товарооборот именно первого поколения. В предыдущем маркетинге считался общий товарооборот. Вывод средств. Если вы строите партнерский бизнес, если вам начисляются деньги на бонусный счет, то вы ввести их сможете тогда, когда на этом счете появилось более 30 долларов США. Появилось 30 долларов, написали заявку на вывод. По средам, кстати, в следующую среду мы начнем после праздничного движения по, скажем так, внедрению технологии Skyway. Именно с вебинара в пятницу в 17 часов, где мы будем рассказывать, что и где у нас находится в личном кабинете. То есть 30 долларов на бонусном счете вы можете их вывести. Условия роста квалификации – это объем ваших личных инвестиций, инвестиций ваших партнеров первого поколения. Сумма инвестиций, равная 15 долларам США, позволяет вам зарабатывать деньги сотни долларов в месяц, тысячи долларов в месяц. В принципе, вас здесь никто не может ограничить по тому доходу, который вы можете себе создать. Очень важный момент, что нет необходимости подтверждать квалификацию. Стали партнером – отлично. Стали лидером – да. Ни консультантом, ни партнером вы уже не станете. У вас процент может только расти, если вы будете поступательно, систематически делать простые шаги, знакомить людей с информацией, помогать своим партнерам делать то же самое. Разбираться в технологии, обучаться, что и где находится в личном кабинете, учиться тому, как доносить информацию просто, использовать наши инструменты и так далее, и так далее, то вы сможете стать мастером, потом экспертом. У нас высокий процент выплат с первого поколения до 18, и с глубины от 0,2 до 7% вплоть до 20 уровня глубины. Нет ограничений по количеству тех людей, которых вы можете пригласить за собой. И здесь, наверное, важное такое условие, либо важный принцип. Если вы общаетесь с людьми, если вы им даете информацию, они ее получили от вас, они в вас рассмотрели того человека, который их убедил, да, это называется еще лидером, например, они начинают следовать за вами. Вот. А вы вдруг решили, что у вас там есть, скажем так, два полубольных дистрибьютора, извините, что так называют, да, то есть те, которые не понимают, почему они зарегистрировались, либо даже не знают, что они зарегистрированы, такие есть. И вы решили, скажем так, промотивировать этих лентяев тем, что подставите под них человека, который поверил вам. Вот. Зачастую в 90 случаях из 100 люди после этого перестают активно что-либо делать, да, но и редкие очень случаи бывают, то, что этот человек начинает активно развиваться. Вот. Соответственно, деньги, которые получит ваш человек, под которого вы подставили, в принципе, как правило, не мотивируют никак. Есть выражение в МЛМ-бизнесе, да, купленный дистрибьютор не работает. Вот. Некоторые своими деньгами пытаются, скажем так, купить людей, то есть дать им возможность, когда он говорит, ты знаешь, у меня денег нет, в матрас зашито там около миллиона рублей, вот у меня нет 15 долларов для того, чтобы купить пакет, вот если бы ты мне дал бы, я бы, может быть, там, с твоей помощью что-то построил. Люди покупают таким людям даже за 200 долларов пакет, верят, что они когда-нибудь им отдадут деньги, да. Но, как правило, движения никакого. То есть это такая промежуточная прохладка между вами, скажем так, и активными людьми. Поэтому, если люди двигаются вслед за вами, регистрируйте их за собой, получайте максимальное вознаграждение с первого поколения, и, в принципе, это справедливо. Есть закон Вселенной. Вы приложили усилия, и это вознаграждение должно прийти к вам. А если вы будете, скажем так, ходить с хорубовыми, быть там, ну, такой, говоруном настоящим, да, то есть вам будет верить огромное количество людей, и вы будете расставлять неизвестно куда, вот. Но когда-то вы устанете, во-первых, его, да, а потом Вселенная посмотрит со стороны, скажет, слушай, блин, так ему деньги вообще не нужны. Нафиг ему люди. И поток людей прекратится. Но устроена природа так, что весна идет за зимой. Да, если мы захотим, скажем так, чтобы после зимы пришло лето, чтобы сразу же пшеницу съесть, да, в виде хлеба, который у нас не получится. Поэтому правильно вот написали, что дай голодному удочку, а не рыбу, да. Все, наверное, знают эту притчу. Поэтому дайте человеку удочку, научите его ловить рыбу. Он всю жизнь будет, скажем так, обеспечить себя этой рыбой, он не будет голодать. Вот. А если вы будете, скажем так, раздавать ту рыбу, которую поймали сами, вот, то к моменту входа в свой дом с ведром с этой рыбой, да, рыбы-то не будет. А вот сожрут по дороге ее многие. А потом вы будете мимо идти, они еще будут сидеть с протянутыми руками и говорят, слушай, а где рыбы в этот раз. Такое бывает в нашем бизнесе. У вас начинают, скажем так, те родственники, которые не собирались ничего делать, либо ваши друзья по вину и мясу, да, которых выиграет. Приходи ко мне, пиво, блин, немерено, и мне вот в область Астрахани прислали. Давай, тут же прибегут. Вот. А потом говорят, слушай, давай бизнесом займемся, интересной, перспективной технологией, тогда мне, да ты знаешь, что-то лень. Давайте, я зарегистрирую, куплю тебе пакет акций, мы с тобой там, яд. И начинают, блин, доставать этого, который не собирался ничего делать, да, звонить ему, давай, где же твои люди, я сейчас им расскажу, построим структуру. А у того единственная мысль, блин, лучше бы я этого пива никогда не пил с этой воблой, да. Она ему икается и до сих пор поперек встает тем скелетом, который он проглотил на второй минуте, когда вы ему рассказали про технологию Юницкого. Вот. Поэтому лучше так не делать. Давайте информацию, возможность. Как вот рыбу ловите, да, закинули, то, что клюнуло, то и вытащили. Посмотрели, блин, ядовитая рыба. Потому что, опять же, вы работаете с людьми, да. Очень важно, если вы создаете команду, в принципе, вот чем, опять же, MLM бизнес отличается. По сути дела, вы создаете команду людей, с которыми вам комфортно. И даже если вы встретились с человеком и почувствовали вдруг, что он как-то может оказаться там, ну, не совсем корректным, да, вот, слово нечистоплотно не хотел говорить, хотя, тем не менее, попадаются люди неприятные. Вот. Подумайте тысячу раз, а надо ли вы сюда тянуть, потому что он начнет тошнить через день, да. Как бы деньги даже заплатят, а потом у вас покоя просто не будет. Вот. То есть, не тащите негативщиков, да. Может быть, они когда-то проснутся. То есть, все это достаточно просто, с одной стороны. Вот. Но, тем не менее, делайте, да, давайте людям возможность выбирать и сами выбирайте. То есть, когда вы будете строить большие структуры, у вас будут деньги, действительно, вы не будете всех подряд. Это я понимаю, когда вы только стали партнером, у вас первая мысль, блин, как же отбить свои 15 баксов, да. Как бы, блин, найти троих-четверых, которые по штуке заплатили, чтобы я бегал там громко гагачая, дико озирая, что на 15 долларов я заработал там 300. Вот. А потом, когда вы потихоньку начинаете понимать в этом во всем, вы начинаете понимать следующее, что вам не нужно, скажем так, весь земной шар сюда втянуть. Вам нужно несколько человек, которые трезво все это оценят, да. Возможно, даже те люди, среди которых вы каким-то определенным авторитетом обладаете. Потому что иногда смотришь со стороны на построение структуры людьми, вот. И легко получается у тех, действительно, которые, скажем так, их окружение как-то ценило. Я не говорю про то, что вы должны, скажем так, какую-то должность занимать, да, и перед вами все раболепствуют. То есть, я видел такие примеры, что человек являлся, например, руководителем какой-то конторы, неважно, крупной или мелкой, да, он регистрировался в какой-то сетевой компании, и потом, скажем так, члены его этой компании, в которой он работал, не находили места, потому что их чуть ли не силы заставляли покупать продукцию этой компании. Вот. Такого тоже делать не надо, да. Так, что-то меня в сторону немножко, но, в принципе, важный момент разобрали. Итак, коллеги, бонусное вознаграждение начисляется вам и на бонусный счет, и на акционный счет. Еще раз повторяю, акционный счет – это подарок компании. То есть, эти деньги вы можете потратить только на покупку акций на сером фоне в личном кабинете, которые, скажем так, то есть акционные пакеты за бонусный, за акционный счет вы купить не можете. Опять тавтология. Акционы – это, скажем, акции, которые у нас проходят. Вот пакеты в рассрочку вы с акционного счета купить не можете. Только с бонусного, либо с основного, с денежного счета, да. Цель же нашей компании не просто, скажем так, вас одаривать всю жизнь и раздавать акции, а все-таки нам нужно построить экотехнопарк, продемонстрировать технологию. Соответственно, нам нужны живые деньги. Вот и все. Так, коллеги, у меня, в принципе, то, что я хотел рассказать, рассказал. Теперь мы можем обсудить вопросы. Смотрите, вот тут задали вопрос. Скажите, пожалуйста, как юридически выглядит оформление акций на несовершеннолетних детей? То есть вы можете оформить акции на несовершеннолетних детей, но потом при оформлении документов вам необходимо будет указать, что это как бы человек несовершеннолетний и подгрузить свои документы как опекунов, да, то есть либо вы родители, либо официально вы являетесь опекуном по каким-то причинам, если у человека нет родителей. Вот таким вот образом. По поводу не буди медведя наверное да так то что ежедневно инвестирует в проект ежемесячно это очень здорово наталья потому что в принципе если вы опять же если мы вернемся к книгам по финансовой грамотности к семинарам по финансовой грамотности да таким специалистом как буду шефер киосаки еще куча людей вот они говорят ребята если у вас есть незначительная сумма ежемесячно которая остается после ваших расходов и вы можете проинвестировать во что то что вам в будущем может принести доход делайте это да и когда буду шефер вы знаете вот я никому не верю я не верю никогда когда мы еще горит что у меня не нечего проинвестировать вот потому что всегда можно отказать какой-нибудь дряни себе да например я опять же никого не хочу обидеть пример приводил очень хороший буду шефер на одном из вебинара семинаров своих там я мне удалось быть и я в интернете видел несколько раз вот что был будучи в австралии к нему подошел мужчина ведь вы знаете у меня не получается ни цента отложить и дунул мне в лицо дымом от его сигарет на что я ему ответил слушай тебе не на что нечего инвестировать и ты еще и куришь да он говорит это же сумасшествие и мы с ним быстро посчитали стоимость одной пачки сигарет сколько он выкуривает за день и сколько денег на это уходит да то есть даже ограничив себя в два раза в сигаретах то что в принципе не делает пользу легким вы знаете да там крови и и всем частям тела потому что все таки курение нельзя назвать абсолютно безопасным занятием а если еще курит всякую дрянь да то это еще скажем так и нервную систему быстрее расстраивает вот поэтому всегда можно найти что проинвестировать и буду шефер и киосаки говорит друзья если вот было бы здорово если вы откладывали там десятую часть своего дохода и инвестировали во что-то что улучшает вашу жизнь может быть здоровье может быть еще там во что-то да вот потому что говорит на 10000 рублей одинаково сложно прожить как и на 9000 рублей да в принципе сильно ваша жизнь не изменится если вы 1000 рублей от 9 до 10 отложите вот и постарайтесь прожить на 9 бабушка внуку купить пакет может если она его опекун потому что потом нужно будет подтверждать да вы знаете у нас были случаи слезы когда бабушкину покупали пакеты внукам а их родители отказались предоставить документы на подписание бумаги тупо сказали мать ты куда влезла блин и внука нашего там подставляешь ты что у тебя что есть транспортное образование и физик теоретик ты инвестор ты работница банка там и так далее так далее то есть пытались затоптать женщин либо дедушек которые оформляли намного к сожалению это то о чем я вам говорил иногда мы пытаемся сделать наших родственников друзей тех кто нас окружу окружают да счастливее чем они хотят того сами ну насчет того что вы курите с 12 лет алексей ничего страшного в этом нет это нормально вот я про другое хотел сказать я не говорю что все курильщики они скажем так однозначно бедные люди нет просто это про вредную привычку да хотя может быть она и полезна есть те которые говорят что когда они курят к ним приходит вдохновение там они пишут песни вот есть и которые скажем так курят что-то посерьезней и песни у них порой понять нельзя но почему-то они побеждают хит-парадах они становятся богатыми вот то есть тут по-разному можно подойти да вот был когда-то фильм шкура вот смотрели вы кинокомедию который называется шкура поставьте плюсик тот кто смотрел если вы не смотрели посмотрите то есть там народ заработал блин бешеные деньги на том что они бухали вот они были сотрудниками зоопарка и у них сдохла с обезьяна редкая которую привезли да и мужику пришлось надеть скажем так шкуру это обезьяны и однажды его вдруг блин застали корреспонденты когда он из горлышка водку пил да вот там ему передал это и потом им пришлось обосновать что как бы так это самый эффективный способ тренировки дрессировки это обезьяны там и так далее так далее шкура называется фильм вот им со всего мира водку стали слать финны шведы там абсолют приезжал и так далее вот то есть они все в костюмы нарядились а мы правда то шкуре сидел один раз не сладко пришлось ему сказали что ему самку везут настоящую вот вот ему тогда было плохо итак а люди если у вас какие-то вопросы ко мне может пожелание не знаю если вы спросите про запись вебинара пока не спросили да запись ведется вот не знаю насколько он оказался полезным потому что в принципе по всякому бывает смотря для чего вы будете использовать данную информацию спасибо вам владимир вот понедельник вторник у нас праздники но хочу сказать следующее смотрите вебинары воскресенье до семейной встречи с александром мынко завтра будут в понедельник днем и вечером вебинары александра мынко по технологии skyway будут в понедельник вечером 19 часов вебинар ирины волковой и инеты анжена где они работают с лидерами дают информацию как строить бизнес будут выпадать вторник то есть вторник все-таки отмечаем мужской день до со среды расписание горю у нас есть личном кабинете как я уже рассказывал на предыдущий вебинаре два часа назад и у нас уже вчера ушла рассылка с расписанием вебинаров на следующий недель и так коллеги ролику я видел что по поводу ролика шла переписка да вот сейчас мы и и Продолжение следует...